Всем привет! У микрофона, Веля! Итак, значит, в прошлом ролике, где мы с вами говорили про обновление 0.20.0, я заикнулся чуть-чуточку, а вы сразу, типа, Велясик, давай ролик про фейбл кейс. Неужели его удалят, потому что обновление 0.20, там новая коллекция, новые кейсы, все дела. Итак, ну, конечно же, ролик не заставил себя ждать. Прямо сейчас я его вам снимаю. Не забудьте, кстати, про лайк, подписку на колокольчик, плюс комментарий. И все мои подписчики в Телеграме уже знают давно об этом. Поэтому возьми и подпишись на мой Телеграм, ссылочка в описании, собственно, да. И, как говорится, будешь знать про обновление самым-самым первым. Плюс он еще прокачки набирает, поэтому, возможно, уже я набираю на прокачку. Залетай, быстрее подписывайся. Многие меня спрашивают, Веля, как с тобой связаться? Как задать тебе вопрос и получить на него ответ? Ребятушки, я завел себе Аскме, где каждый из вас сможет задать мне вопрос и получить на него ответ. Ссылочка в описании. А мы сегодня поговорим с вами по поводу фейбл кейса. Да, как раз таки, давай я на все, на всю голду, которую у меня есть, я закуплюсь фейбл кейсами. Итак, фейбл кейс. Это вообще издалека, издалека. Как вы знаете, в нашей игре давным-давно существовали вот эти вот два великолепных кейса. Первый великолепный кейс это у нас Ориджин кейс. Одна из самых первых коллекций. Да, как бы не удивляйтесь, 7 тысяч голды. А раньше этот кейс можно было купить за 100 голды. А сейчас он стоит 7 тысяч. Офигеть. Потом, собственно, убрали у нас кейсик Фуриус. Фуриус коллекции, собственно, да. Он стоил 100 голды. Да, сейчас 409. И постоянно повышается. То есть, в принципе, вот мы дальше листаем, мы уже видим, как люди у него уже пытаются продавать, продавать, продавать и продавать. То есть, да. И у нас с вами еще, что правильно, еще райвал кейси, которые вот недавно, недавно его удалили из стендов 2. Да, стоит он сейчас 172 голды, но в будущем, там, может, через полгодика будет стоить и 500, и 600, и 700 голды. Ну вот. И, собственно, такой интересный вопросик у нас. В прошлом обновлении нам добавили шарп кейсы. Новый шарп кейс. Собственно, райвал кейс. Убрали шарп кейс. Добавили. Для меня и для всех остальных это было просто, ну, какое-то, я не знаю, ну, просто что-то вот непонимание какое-то, да. Потому что, как бы, ну, это же не сезоннее обновление, это было просто обновление, по-моему, связанное с пятилетием игры вроде бы. А, да, с пятилетием игры это обновление было связано, и тут, бам, и добавили нам, собственно, новый кейсик. Вот. И совсем скоро выйдет 0-20-0. Я уже говорил, когда, типа, что я думаю, когда он выйдет, если что, повторюсь, 28-го, 29-го августа. Это, 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 это мои догадки, лично мои, как бы, да. Но я более чем уверен, почти на, на все 100%, что обнова выйдет именно в августе, именно в августе. Когда в августе, уже, ну, типа, 28-го, 29-го, это мое мнение. Вот. И по поводу того, что будет очень много скинов, будет очень много коллекций, будет новый нож. Новый будет нож. Значит, что мы ожидаем новую коллекцию. Многие, наверное, скажут, типа, Вилясик, да, ну, а вдруг в батл пасс наши закинут? Ну, а Белла же будет? Вдруг реально возьмут и закинут в батл пасс? И что, и новых кейсов не будет, и так далее. Да, они могут сделать. Эксель Болды, разработчики могут это сделать. Но, опять же говорю, очень чего, типа, очень много чего будет вводиться в обновлении 0.20. И, собственно, я думаю, то, что для батл пасса они что-нибудь придумали, да. Например, оперативники. Вот, например, оперативников можно спокойно добавить в батл пасс. Да, а вот, допустим, новый нож кукри нужно как-то, ну, не знаю, в рулетку его, что ли, закинуть в этот, в колесо фортуны. Вот, как бы, ну, ну, соу-соу, не знаю, все ножи кукри засовывать в колесо, это немножечко странно. И самое то, засунуть это в магазин. Собственно, да, у нас, как бы, вот, есть раз, два, три, четыре, четыре, получается, кейсика, плюс еще Rainbow Sticker Pack. И, в принципе, некуда, некуда засовывать в новый кейс. Понимаешь, некуда, все уже занято. Но у нас также есть возможность свайпа. То есть мы можем свайпать, если вдруг будет, типа, больше коллекции, чем может вместить экран, мы можем вот так вот свайпать. Но у меня плюс еще одна есть догадка, то, что вкладку магазин полностью переделают. У нас будет какой-то обновленный магазин, не именно вот так вот, а может быть списком каким-нибудь, как вот здесь вот, да, будет списком вот так вот. Это было бы прикольно, на самом деле. Но пока что я не вижу никаких, никаких акций специализированных для того, чтобы фейбл кейс убрали. Помните, у нас, как бы, перед тем, как убрать каждый кейс, нам, собственно, давали акцию, что, мол, типа, ё, братанчик, купи там, там, типа, там, или задонь там 100 рублей, получи 100 голды плюс кейс в подарок, там, допустим, да. Но все, все вы это, все вы эти акции прекрасно-прекрасно знаете. Вот. И пока что этих акций я не видел. Но я не думаю, что акции будут убирать фейбл кейс просто без предупреждения. Хотя, в принципе, могут такое сделать. Почему? Потому что, вот, допустим, вот, допустим, оригин кейс, вот, оригин кейс, по-моему, убрали прямо без предупреждения. То есть, взяли такие, типа, оп, ребятушки, а кейсика нету, да, вот, и кейс сейчас стоит очень дорого. Потом у нас, получается, фуриус кейс, потом фуриус кейс, по-моему, уже акции какие-то делали и так далее. Типа, ну, фуриус кейс не так уж сильно и быстро взлетел, да, понимаешь. Потом начали делать с райвл, короче, акцию и тоже, ну, не шибко это быстро взлетает. Они взлетят, они взлетят, это без проблем. Но вопрос, а через сколько времени? То есть, в принципе, райвл кейс через год может стоить, там, я не знаю, там, типа, 300 голды или 400, прям, знаешь, прям, прям 100% плотненько, как говорится, да. Но, мало ли, вдруг акции захотят повторить, вот, знаешь, это успех, это прям, реально, успех с кейсами, где, реально, Ориджин так стрельнул просто невероятно. Просто очень сильно стрельнул Ориджин, там, типа, со 100 голды до, я не знаю, там, типа, до 1000, 1500, супер-мега быстро, понимаешь. Вот, могут сделать, без предупреждений, конечно же. Но, опять же говорю, возможно, вот это вот именно акция для того, чтобы убрать кейс, это уже такая традиция. Я больше склоняюсь к тому, что это все-таки будет традиция, что будет у нас акция, и после акции убирают какой-то кейс из магазина. Поэтому, в принципе, я не думаю, что, знаешь, прям, прям конкретно фейбл кейс, прям вот тут сразу уберут. Ну, опять же говорю, это мои догадки, на самом деле, никакого прям, ну, то есть, никакой инфы уберут или оставят, как бы, ну, не проси, ну, как-то я не получаю, не доходит до меня, понимаешь. То есть, или это, возможно, супер-секретно, или это, возможно, реально, что просто сделают редизайн в складке магазина. А пора бы уже делать редизайн в складке магазина, почему? Ну, потому что, ну, собственно, как бы, ну, вот он здесь, rainbow-стикер-пак, да, плюс еще, я уверен, что добавят капсулу с граффити, и куда все это нам, как бы, ну, куда, вот куда это все засовывать, непонятно. Нужно делать более такую, типа, структурированную вкладку с кейсами, чтобы у нас там могли быть, там, 6 кейсов, 3 стикер-пака, там, 2 капсулы, там, и, там, столько-то, там, боксов, понимаете. Вот тогда было бы это очень интересно. Кстати, вот, напишите в комментариях, что вы больше ждете. Fable Case уберут, либо Fable Case оставят, либо просто сделают редизайн. Что вы больше всего, как бы, ждете, напишите об этом в комментариях. Так вот, Fable Case, на самом деле, это супер-уникальный кейс, знаешь, вот, вот, из уникальных кейсов вообще, из уникальных таких коллекций, я могу сказать то, что Origin у нас уникальный кейс, то, что Furious у нас уникальный кейс, про Rival у меня вообще не было каких-то прям супер-мега, знаешь, типа, то есть Rival это просто G-команда, типа, да, в принципе, окей. Но вот самые популярные у нас ножи, вот какие у нас самые популярные ножи, а я сейчас тебе покажу. Самые популярные ножи это M9 Bayonet, это Kerambit, это Butterfly, это у нас что, и Dual Digers, получается, вот. То есть G-команда не входит прям в супер, ну, нет, классный нож, для многих это классный нож. Мне, мне тоже, в принципе, среднячок, хороший, ну, нож, окей, без проблем, и играл бы я с ним, конечно же, нет. Вот, Flipknife, Kunai, Scorpion, Tanta, все это тоже, типа, такие, знаешь, среднячки. Есть M9 Bayonet, Kerambit, Butterfly и Dual Digers, которые прям, ну, ну, прям, ну, прям отрыв башки какой-то. Очень классные ножи, очень классные анимации, и очень они будут в будущем все дорогие. Вот, допустим, давай, я взял вот этот вот, вот этот вот список из ножей, поставил по цене, Harmony Gold, это все понятно, это мы на них не смотрим. Что мы видим? Мы видим M9 Bayonet, самые дорогие M9 Bayonet. Даже, ладно, хрен с ним, с M9 Bayonet из Origin коллекции, но здесь есть еще M9 Bayonet из New Year 2021, из Winterfans 2022, то есть, сам нож, то есть, это не коллекция роляет, это сам нож. Сама моделька и анимация роляют, очень много ребят, им нравится этот нож, поэтому нож в, ну, собственно, в такой, в такой ценовой категории, понимаешь? Дальше что у нас идет? Kerambit Clow, дальше идет, и, опа, Butterfly Legacy, то есть, Butterfly Legacy уже стоит дороже, чем Kerambit, которые можно только купить. Купить, не выбить, а только купить. То есть, я уже представляю, какая цена будет начальная на фейбл кейс, вот, и как люди будут охотно эти фейбл кейсы продавать и покупать, потому что, опять же говорю, бабочка Legacy, бабочка Dragon Glass, Black Widow, Starfall, это, ребятушки, будет отвал. Бажки, все хотят себе бабочку. То есть, я заметил то, что если чел не хочет себе M9 Bayonet, он хочет себе бабочку Legacy, то есть, бабочка Legacy, это, наверное, третий скин по супер, по супер, по популярности, понимаешь? То есть, если первый скин, это у нас Kerambit Gold, второй, это у нас, там, какой-нибудь, там, M9 Bayonet Dragon Glass, то третий, это у нас бабочка Legacy. Вот, и теперь вы прослушали всю эту у нас информацию, да, вы, наверное, спросите, Вилятик, что нам делать, покупать ли нам фейбл кейсы, не покупать ли нам фейбл кейсы, что нам делать, типа, вот, сейчас, давай-ка я сейчас возьму, там, продам весь свой инвентарь, на всякий случай куплю, там, типа, фейбл, авось прогнет, авось не прогнет. Я вот, что вам скажу, дамы и господа, покупать ли сейчас фейбл кейсы в надежде на то, что в обновлении 0.20.0 их все-таки уберут, просто возьмут и они исчезнут из магазина. Я скажу, нет, ни в коем случае мы ждем какой-то информации мизерной, или, как минимум, мы ждем акции, потому что я все-таки очень сильно надеюсь, что разработчики как-то вот чем-то, вот, именно, знаешь, у них есть вот эта приверженность делать акции для того, чтобы информировать аудиторию, что вот, сейчас мы этот кейс уберем. Пожалуйста, кто хотел, закупитесь в последний раз, сейчас мы этот кейс уберем. Вот, как минимум, вот так, потому что, мало ли, вдруг вы купили, там, на тысячу голды себе 10 кейсов, да, выходит обновление 0.20.0, добавили, там, типа, новый кейс, добавили новый граффити пак, новый стикер пак добавили, там, ну, там, просто, допустим, да, и просто взяли и сделали редизайн магазина, то есть у тебя есть 10 кейсов, да, то есть ты потратил свою, там, тысячу голды, хотя на эту тысячу голды ты мог купить новых кейсов, либо новых граффити паков, либо просто взять и составить себе классный, офигенский инвентарь. Не рискуем сейчас, ждем малейшей какой-то информации, колокольчик прожимаем, на телеграм подписываемся, почему? Потому что здесь я вас инфармирую о всяких интересных внутриигровых, как говорится, ивентах, внутриигровых движухах. Вот, очень много сейчас у ребят паники по поводу фейбл кейса, понятно, почему, потому что, как говорится, даже у меня есть такая маленькая мизерная паника, а что если, ну, вот, реально, вот, ну, вот, шарп кейс нам добавили, у нас будет еще, там, по-любому новый кейс, куда его будут засовывать, что будут делать, то есть непонятно. Это такое же, это предвкушение обновления 0.20 и предвкушение новых коллекций. И как же аксели, и что же аксели сделают в БП, что же сделают в колесо, что же сделают в кейс, вот, будет ли какая-то расстановка. Короче, очень много всего интересного, ребятушки, опять же говорю, это уже получается, это уже у нас какой ролик по счету по поводу обновления, и у меня еще тонны информации для вас. На различные ролики, на различные темы, обязательно пишите свои комментарии, собственно, свои мысли и мнения в комментарии, потому что от ваших, собственно, комментариев я и буду отталкиваться. То есть, там, допустим, Вейлер, скажи про это, что будет с этим, или там, Вейлер, скажи про новую карту, или Вейлер, скажи про там, про реворк Санстоуна, про переделку Санстоуна. Есть очень много информации Я готов вам это все дело Давать в виде видеороликов, в виде постов в Телеграме Без проблем, потому что что? Правильно, я вас люблю Вы, блин, лайкаете ролики Подписывайтесь, это очень дорогого стоит А у микрофона был Веля Спасибо большое за просмотр, не забывай про свой царский крыльевский лайк Подписка на колокольчик, колокольчик, плюс комментарий Плюс подписка в Телеграм, это обязательно И всем удачи Пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok